В средние века пожарную безопасность и общественный порядок в столице регулировала Рижская ратуша. Именно она обязывала каждого горожанина прийти на место пожара со своими средствами пожаротушения и помогать пострадавшим. Рижские правила пожарной безопасности от 1830 года гарантировали небольшое вознаграждение ремесленникам и горожанам, которые добровольно участвуют в потушении пожара. История создания обществ добровольных пожарных и трубочистов в Латвии ведется с 1865 года. Сегодня в стране 20 обществ республиканского значения. Мы стараемся, как говорится, работать по всем направлениям. Напоминать людям о том, что чистку систем отопления и труб нужно начинать весной, а не тянуть до последнего момента, когда на дворе уже дождь, град, пора начинать отопление, а крыши становятся скользкими. Ведь ясно, что самое главное – это чистка печных труб и отопительных систем. В штате сотрудников Гризиньканского общества пожарных добровольцев есть трубочисты с блестящими пуговицами на униформе, мастера огнезащитной покраски, электрики, которые профессионально установят на крыше дома громоотвод и не только. Общество проводит открытые уроки по пожарной безопасности в детских садах и школах, издает информационные брошюры. В деле пожарной безопасности первое дело – прочищенные трубы и вычищенные печи, затем техническое состояние печей. Ну и, конечно, с покупкой дров и топлива не следует тянуть до осени, когда дрова становятся сырыми, полными влаги. Во время топки такими дровами появляется второй дефект в трубах и печах. Они загрязняются, образуется так называемая копоть. А для нас это очередная проблема – снова чистить трубы и печи. Кроме того, это создает опасность для людей. В свою очередь жителям многоквартирных домов общество предлагает создать коммуну пожарной безопасности своей многоэтажки и вместе бороться против захламления аварийных выходов и балконов.